друзья приветствую артем из оренбурга прислал такую посылку сейчас я вам покажу значит в посылке канистра литровая тормозной жидкости ниссановской и его такое описание значит в описании указано что здесь есть отработка меня это честно говоря озадачила немного значит это так нет люкс пау 530 полнозольное масло а3b4 и думаю где же здесь отработка а ларчик как говорится просто открывался все было запрятано что таможня не нашла шутка данное масло я уже проверял эталон меня есть поэтому сейчас проверю свежая на предмет соответствия эталону вот и можно будет проверять отработку так закладывать две капли это у нас автомобиль subaru outback так смотрите 99 процентов противоизносных присадок гликоля одна десятая граничное значение кстати нитрование ниже чем в эталоне сажи понятно нет 2 и 3 кислотная в эталоне 2.32 и 11 щелочной я выставлял потому что здесь да по моему эстеры и выставлял 11 ну скорее всего это ошибка надо было пониже просто 11 это по госту для свежего а все-таки прибор заточен под гост для отработки на полторы единицы надо было пониже поставить честно говоря но тем не менее значит все сомнения в оригинальности нет можно переходить проверки отработки это subaru outback как я говорил трехлитровый ез 30 245 сил 285 тысяч километров общего пробега серьезный пробег 8000 на масле при средней скорости в 85 метров в час 94 часа и долито 600 миллилитров значит масло за этот пробег так по противоизносным присадкам 82 процента гликоли есть две десятые возможно здесь вот сотый бензин так проявляет себя по чуть-чуть так значит сажи нет но это газовые здесь меньше сажи при прочих равных однозначно так 251 посмотрите какое незначительное окисление то есть плюс 21 сотая всего и небольшая просадка по щелочному то есть получается сколько здесь полторы единицы просадка всего воды нету хорошо выпарено ну понятно такая высокая скорость средняя это вообще конечно тут одна трасса получается и зажигалого такой серьезная да сейчас покажу вам значит что произошло с вязкостью но здесь по цвету отработки видно что она такое светленькое как такой дешевый растворимый кофе в небольшой концентрации до практически не изменилась вязкость но я намерил максимально пять процентов из 100 то есть есть небольшое разрежение минимальное ну может быть это вот как раз перед перед затем пробы вот то что она поработала на бензине может быть это дало тебе знать да не забывайте отметить видео подписывайтесь нажимайте колокольчик так вы не пропустите уведомления о новых видео ну и ресурс так значит помоющим нейтрализующим свойством больше 41 тысяч километров 480 моточасов и нейтрование видите 420 моточасов 424 36 тысяч километров но для двигателей с гб о более характерно вот нейтрование ну плюс еще здесь это конечно subaru с серьезным пробегом у subaru поршни кто не знает оппозитный мотор поршень лежит горизонтальной площади плоскости и соответственно сила тяжести ну как бы большую нагрузку дает на нижнюю часть поршня и стенку цилиндра поэтому здесь возможно вот высокая скорость плюс особенность оппозитного мотора что вот такая доливка вот на высокой скорости тоже вот насколько я знаю значит при увеличенной скорости движения поршня кольца не так эффективно работают то есть они не так быстро но двигаются разжимаются скажем так и оставляют на стенках цилиндра более толстую масляную пленку которая в итоге сгорает и естественно это влияет на расход масла на высокой скорости на высоких оборотах в любом случае расход масла будет в любом моторе выше чем там скажем средних или низких физика такая процесса вот такой получился тест мне кажется достойно масло себя проявила хоть и топливо способствовало этому все таки в обычном бензиновом моторе такого бы результата не было я думаю если конечно так картер не был в этом семь-восемь литров вот но тем не менее считаю что отработала неплохо совсем прогноз по 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 километражу вообще фантастический вот пишите что думаете по этому поводу в общем то и судя по всему и мотор еще живой на мой взгляд с учетом тех особенностей которые озвучил ранее вот такой получился тест благодарю артема за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока